Хочешь кататься, умея коньки, правильно надевать. 30-летний португальский защитник Денида признается, в последний раз вставал на лёд лет 20 назад. На его родном Пиренейском полуострове. Снега у природы и зимой не допросишься. Всего лишь два раза в своей жизни я надевал коньки. Это было на Рождество в детстве. Помню, как родители меня отправили отдыхать к родственникам. И это всё выглядело намного проще, не так, как здесь. На льду у защитника Зенита Луи Шенеттут чемпионы России, обладателя кубка и двух суперкубков страны. Сразу два тренера. Одна из сильнейших фигуристок планеты Елизавета Топтамышева и её наставник, знаменитый тренер чемпионов Алексей Мишин. Всё прошло прекрасно, ни разу не упал. Он стоял крепко на ногах, как полагают футболисту. Вот, поэтому всё очень здорово, было приятно познакомиться. И вообще здорово, что помогаете, футбол помогает детям. Футболист пообещал, что удивит фанатов, если они соберут 780 тысяч рублей для маленького Димы Пагукая. У девятимесячного малыша тяжелейший порог. Отрезия пищевода. Это когда еда попросту не доходит до желудка. Вместе с мамой они приехали из Луганска. Сейчас хирурги 1-й детской городской больницы готовят мальчика к операции. Конечно же мы следим за нашей совместной акцией, потому что многие игроки уже приняли в ней участие. Для меня было большой честью стать следующим участником проекта «Давай, давай» и помочь ещё одному ребёнку. Я благодарен «Зениту», что они выбрали меня. Особенно мне понравилось именно вот такое испытание. Я попробовал себя на льду и домой я сегодня пойду счастливым после такого пережитого опыта. За пару дней телезрители канала «Россия» на операцию Димы собрали почти в два раза больше. Сейчас нужно как можно быстрее восстановить систему пищеварения маленького пациента, чтобы он научился жевать. У девятимесячного Димы уже 4 зуба. Я выражаю Диму свою полную поддержку и хочу, чтобы он держался молодцом и скорее поправлялся. Мы все вместе за него держим пальцы. Луиш Нету стал 15-м звёздным игроком «Синий-белый-голубых», который принял участие в совместном проекте «Русфонда» и команды «Зенита». Португальский спортсмен говорит, за это время уже стал фанатом маленького Димы Пагукая, ведь в этот раз не малыш болел за команду, а весь клуб вместе с Петербургом болели за него. Сергей Семёнов, Евгений Раков, Андрей Романов. Вести. Петербург. Чтобы помочь и другим малышам, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств. На сайте нашей телекомпании и на сайте «Русфонда» все адреса сейчас на экране можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь.